На четвертый стих, и весь мирный, и четвертый, и сразу же они увидели и пришел в мину Иисуса. Это реальное событие было. Что из него может быть? Я могу говорить, не пропускай, мимо. Ни одно идут по священному писанию, ни одного знака. Все имеет смысл. Что может из этого события взять? Мне главное показалось требовать внимания в том, что почему они не вместе поехали на лодку? Пошли. Как он? В его пути буря, ветра. Другой шутки, наверное, и ветер. Они бы другого дерева, наверное, да, это значит, как противник. Судные обстоятельства. Конечно, они мажутся. А не апостолов, но они еще являются четвертым стажем. То есть, в самый последний момент, вот, уже наполняется ботовая противность, и тогда только Господь являет. Видите, сколько открывается уже заражено мыши. Ясно, они способны противные. Противные, это не только века. Противные бывают люди. Противные обстоятельства. Духи. Прокомендуют у нас, и все с ними могут. Вот что говорит Игорь Искурс, 10-12-13-15. Противники. Сотворщики. Понуждали их. Говорят. Выполняют свою работу. Особенно каждый день. Сотворь понудил учеников войти. Вот еще слово какое. Понудил. Я решил протестальную посмотреть. Смерть его слова очень. Прокомендовал сотворь понуждает. То есть он помудил хоть непреодолимую трубу. Вот что еще от Господа. Удивительное дело. Скоро муфтянами ничего не могу. Руки отпустились. Помощи нет. Глаза закрылись. Ладьи слезы. И вот вспоминаем Бог. Помоги Господи. И вот когда буря утихает, и все становится на место, и остается вильный пример. Вторая пора рекламенон 26-20. Когда и где нас Господь побуждает? Он помудил. А потом принуждает. На что? Через что? И принуждал в священии Казария царя Апозьего Гурица. То есть царь, которого Бог благословил. Все у него ладится. В стране мир. И Богу казалось мало. Страна сенемеликая. И решил залезть в Казарский Николай. В него ходили. И пошел в Болгарии. Священники бросились на встречу. Казарь, мы людям тебя уважаем. Это апоретепное весло государство. Но это нельзя делать. Потому что священник может. Кроме священника, никто не имеет права распоряжать на лице. Ходили сюда, брат. А у меня что значит? И правда гнева. А когда человек продвинуется, на него кровь сливает. И сразу лицо покрылось проказой. И священники понуждали их и царя. Это не было суток, что когда покушаются на священные дела, власть была. И чтобы его понуждать выйти за царя. Все эти органы КГБ, уполномоченные параллелиозным Путин. Нельзя не пить за свое дело. Упоминять полицами. Когда службу разрешать, когда не разрешать. Это пустынно-горячая делка. Смысл такой. Мы должны знать, кого понуждать. Хотя бы он и президент. И его понуждать нам доброе дело. Он дал именно свое дело. Он не понимает, что это уединство, абсолютно ничего. Уединство не может у себя найти там правительство. А царкой объединил. Почему? Потому что с другого листера. Среди Соломона 16.26. Есть что-то, нечто, которое нас побуждает и понуждает. Иногда люди говорят, что я делаю это ради Родины. Будет это ради распроцветания, строительства. А Соломон говорит так. Трудящийся будет без себя. Потому что побуждает тому род его. Мы в жизни нашей очень многое делаем. Из-за того, что хочется есть. Крыть хорошо, трудимся, уколотимся. Нас побуждает кто-то урод. Тище. И отсюда идет переход на то, что побуждает ли нас духовный запрос. Читать Слово Божие. Читать духовной тищи. И Господь этому понуждает человека. Так все складывается, чтобы мы истали. И все остальные библиоти. И они стали. И думают каждый день. В основной стране Россия. Кого-то тут побуждал. Кто-то и сказал. Мы глушили. Все эти признаки. Как поразили на Сибири. Еще чего знать Слово Божие. Отноводили его. Побили. И на этом все закончилось. То есть Господь нас ежевельно побуждает в поиску истины. Загидах уносов. Иоанне 18.5. Мы вот понуждаем за духом. Свидетельствовать и учеем. Что сей и искусствует Христос. Будь. Иисус твой дух. Смотри-ка, Бог. Суду-ка, внутренний дух. Я хотел на всех двух переменах. Но внутри меня был как бы разлет огонь. Он может нравиться с уходом. Войти. Но, правда, этот дух наш. Внутри нас. Как в лодке себя ощущение. Должен побуждать. Устечетельствовать. И когда говорю. Что почему ты не был там и никому не сказал. У него мертвый дух. Внутри человека и воздух. И Бог. Настой в него. Должен побуждать. Ты поедешь к своим людям. Ты им расскажи. Что значит порядок в судьбе. Что означает, когда священник за дном. Это одно Епистоф. Я неоднократно об этом говорил. Чтобы мы, Епистоф, о нашем все время поминали не просто слово. Этихия. А с радостью, с любовью. Он нас хотел. Он не все воспринимал. А это уже подбит. А не важно очень. Что не поможешь. А он соглашался. И вот то, что у нас есть. И мы ничего не уступили. Он не докормозил ни в одном деле до конца. Утри года было, что чтение на Успе не действует. Но мы все тоже читали. Так и не было. Утом в том. Мы должны имя его произносить перед Богом с радостью. Что он его дает. Мы не знаем, что нас ждет. Ты думаешь, что сейчас тишина. Наши обращения не обратились. Он сейчас участвует. Внутренний мой дух говорит. Он сам расположен. Думай, будет дальше. Слово «противящиеся». Противник. Где Библия встречается? Не просто так узнать. А где, что противится? 991 место Библии. И только Псалопелий Давид в Салтыре 32 раза говорит. А противящиеся ему? 32 раза. Он плакал в пределах всех, кто противится к Богу Божию. Нам, если говорят, что это примирение, против ничего нет, не знаю, что. 134 раза. Это слово повторяется в Новом Зависии. Вот так говорит, наверное, 10 марта, 9 глава, 40 стих. Кто не против вас, тот за вас. Вы должны. Зря. Человека не настраивает против. Он против. Он еще научит. Он не знает, а то уже за нас. Вот так и так. Это не так. Кто не за нас, тот против нас, как в революции. Вот и Христос сказал. Кто не за меня, тот против. Скоро противник разрушает Сатана. В переводе на русский язык. Иаков. 4 глава 7. И говорит так. «Покоритесь к Богу, противостаньте Диавру, и убежим от вас». То есть, противный ветер – это Сатана. Учение, мысли, нежелание. Все время против и против. Побеждает от Бога своим. Павел говорит. Побуждает его. Да, я хочу. А вы, по сути, должны сказать. Я умолк Христа, скажу. Жить. Такая колобка. А когда же я достигну совершенства? Ну, понимаете, до 18 лет он еще прыгает и играет. А по сути, грамоте надевается сколько надо. Учить хорошее образование, свести в семью, воспитать детей. Оно во время самой большой труд и болезни. Самая лучшая года нашей жизни. А самое главное. Эти годы ты должен заботиться о душе, о своей, обожающей. А в ровную задачу с этим человеком. Почему люди плохо живут, а они не знают это? А они думают иметь временное удовольствие. Иаков, 5 глава, 3 стих. Он говорит, вот ржавчина, золото, которое у вас. Будет против вас. И съест плоть вашу. Как огонь. Бог, вы собрали себе сокровища на последние дни. Все, что у нас есть, оно до сегодня все это исчезнет. То есть, вот что против нас, наше помогение. Бог против не века, который завевает. Это не помогает. Может, 4 стажа будет в последний день моей жизни. Может, до 70-ти лет не прошло, даже в 70-ти лет, а то сколько отмеренный салтырь говорит, что человек, а то живу ли я, это есть? Чудеем, 5-6. Никто не обращает вас пустыми словами. Гнев Божий, но сынуло спротивление. Кто против, что тоже это противник? Потому что противный века, а не пустырия. Вот делали объявление? Делали все исполнение. Правда, явно, должны прийти, заранее позвонить. Главное заявление с этим. Поделить, поделить, скажи, в огне или в рассеянности, в неразумии это взять, и все пойдет по-другому. А противный вечер возник, человек не устоял, пал в воздух, выбрать, не считай меня, там, членом и прочее. Слово-то совсем безумно. Слово-то, смотрите, для этого, до начала, суббанное. Слово-то сделать по-другому. Еще раз говорю. Никогда не было, что он принимали сразу. Мы здесь, дорогой входит, а противный ветер дует. Ну, каким сталь сделали? Подвелся в ветер на земле, противный ветер дует. А там немцы, такие люди, там жить и надложивались в храме. А кто рождет, Бог повернул в другую сторону? А Бог, вот, нанеслись, какое учение? Христос сошел на землю, противный ветер. И через кого? Четыре-то старей по душе. Христос на хрест. Что делали? Римлянам 8.31. Если Бог за нас, то кто против нас и нацаряет? Чтобы не было Бога, но это дьявол посмеялся. Сегодня 7 дней, мы начинаем молиться. И Бог сделает по-другому. Ты не бойся никогда начать все сначала и сомневаться. Ты грешил, я прости меня. Говорю мы к исходному стулку. По круг горы, покрутились в город, и теперь снова эту же землю мы заходим. Пошел месяц по круг этой горы, такие мысли наворачивали. А мы каждый день молились об этом. Что дух тьмы, дух зла, дух ревности, дух неразум не отошел от этих людей. Груще бы не было, конечно, верить и как бы. Но когда бы не было такой близости тех, которые одержали победу. Бог может из того и допускает все это, чтобы еще более нас приблизить. Первое писание Чистос 2.15. Говорит о белье, который Господа Иисуса все в Саудии. И его пророку. И нас изгнали. И Богу не угождают. И всем человекам противиться. Вот такая полная критика. А это избранный народ. И Богу не угождают. И Богу не угождают. Ведь ему новые звезды стреляют к Иисусу. Именно я. Противные мысли. Вторая Тимотея была 25. С краткостью мы должны наставлять противника. Прочит все. А вот как, знаете, все просто я срежу. Нет. Вы видите, как все. Что вы видите, как срабывалось. Столько понылости. Божественной. Что все может подумать, пойдет по-другому. И Бог берет нам. Еще один шанс. Тимотея 1.9. Затейников. Как мы, потеряющихся есть, не должны обречать. С 2.8. Тимотея. Чтобы потеря все восстановлено. Очень. Не имея ничего. А нас сказать удобно. Мы уединенные делаем. С подзащитами, когда грешим. Как поступать неразумно. А мы отправлены. Все застил, берет на себя. Мы с вами. Он зашел на крест. С 1.9. С 1.9. С 1.9. С 1.9. С 1.9. Как и они, и Амрии, противились, Моисея, как и сиии, противятся истины. А это люди были живые. Крипавры. И он напоминает об этих молоках. Так. Какие ему молокы? Болокы. Точно так же противятся. Я во многих храмах бывал, и стал поломать. А у вас противники есть. Не только у священника, а почему у каждого приказания есть у священника. Или семья, кто попросили с собой, с собой детей, из муков. И надо молиться. Что-то его хочет сказать. Открыть мне глаза. Почему он сегодня послушен. Так может я против Бого поступаю. Может против Ближнего такси не веду. Теремея 21-14. Но я посещу вас под врагом дел ваших, говорит Господь. Значу на вас с собой печали. Стопом-то вас приходит Господь. Секунду стражу. Теремея 24-29. Посещу вас, чтобы вы знали, что будут слова мои о вас. Напогибель вам. Погибель это очень интересное вино. Тогда, когда люди уходят от Господа, написано, что Совет начинает разрушиться. Что делать? Начинает, короче, жена ничего не должна делать без Советов мужа. Мы не должны ничего делать без Советов со священником. Я не раз уже слышал, батюшка говорит, что изжарить не благословляет. Ему надо туда ехать, а он будет уехать. Почему не буду наступить? Какой в этом труд? Какая в этом радость, которая у нас для тебя? Букра 1-78. Нас посетил Восток свыше. Восток, он называется, как Господь. И Пумабелый, Завис, 19-17, говорит. Господь не оставит наследие своего. Мы его наследим. И как бы нам трудно не было, какой бы дядя вон, и мы его надеемся, что он может. Иоанн 14-17. Я отправилась с юрками, говорит Господь Христов. Я ксиду к вам. Вот, что я нашел из простого события, как будто. Что Господь их помудрил. Он же раздвигает ветер в страну. Он же не приходит сразу. И он же приходит в шамы под соседним огнем. Какое встречается часто. Господь нас Господь, чтобы вон, где хранится на перенад.